Вы прекрасно понимаете, что экономика, а значит и политика, всегда, всегда, с самого, так сказать, раннего начала развития цивилизации, определялась технологиями. Вот я хочу вам сказать, что по факту уровень науки стал таков, что мы вторглись, так сказать, в то, что было уделом Бога, по факту. Вот мы с вами живем сегодня реально в условиях войны. Я назвал этот этап гибридная холодная предвойна. Выбирается государство цель, в данном случае это мы. Затем максимальное ослабление этого государства. И атаки подвергаются все сферы абсолютно. Образование, культура, экономика, наука, оборона, безопасность, все полностью. И эта предвойна сегодня идет, и мы ее не выигрываем. Этот предэтап, предвойна, в которой мы сегодня живем, это подготовка второго этапа этой войны. А это прямое порабощение. На самом деле речь идет о следующем. Сегодня ситуация колонизации порабощения заменилась технологическим порабощением. Раньше вы это делали с помощью военной силы, а сегодня вы делаете это технологически. Я вам приведу простой пример. Интернет. Что такое интернет? Это цифровой ГУЛАГ. В чистом виде, но только в отличие от ГУЛАГа, куда людей хватали, помещали за колючую проволоку и охраняли, сюда эти люди все пришли сами. Они сами пришли в этот цифровой ГУЛАГ. И очень комфортно там живут. Если человеку объяснили, что все написано в Википедии, учиться не надо, и все есть в интернете, то дальше мы выстраиваем общество из людей, которых простая вещь, я рубильник вырубил и отрезал голову этим всем людям. Все, вопроса больше нет. А вторая вещь, она когнитивная. Я скажу более простым языком. Вот любая цветная революция, это что такое? Это и есть использование когнитивных технологий для управления массовым сознанием. Я пришел. Что мне для этого надо? Для этого мне надо сначала вас одурачить, упростить вашу систему ДЕГ образования, чтобы вы на тесты отвечали, одурить вас по максимуму, потом раздать вам айфон и повесить спутник. А дальше все, это и есть, вот любая вещь, это применение когнитивных технологий в управлении массовым сознанием. Продействовать этому можно очень простым образом, рубильник. Раз и все, и тогда ничего не работает. Вот понимаете, какая штука? Вот мы с вами, давайте, вот отвлечемся от всего. История цивилизации, я так очень схематично, грубо. Это, по сути, как бы фашизм, но мы с вами должны понимать, что это идеология современного мира наших дорогих коллег и партнеров. Вот как устроен мир? После распада первобытной общины строя появились рабовладельцы, их было очень мало, а все остальные были рабами. Почему? Ну, потому что был ручной труд, надо было их обслуживать, камни на пирамиды таскать. Этот строй не удержался. Он превратился в феодальный. Помните, Ереман Барщин из старинного оброком легким заменил. Значит, пришлось поделиться с бывшими рабами, дав им какую-то часть вещей. И этот строй не удержался. И пришлось перейти к капиталистическому строю, где каждому бывшему рабу пришлось купить маленькую машину, маленькую квартиру и отдых в Турции. Почему? А по той простой причине, что рабы физиологически были такими же людьми, как и патриции-рабовладельцы. Они, во-первых, неконтролируемо размножались раз, второе, они хотели кушать два, и в-третьих, у них вырастало самосознание, появлялся очередной Спартак, который сам хотел стать рабовладельцем. И менялся строй. И поэтому мечта элит, управляющих миром, была всегда такая, чтобы вывести некий подвид людей служебных, которые обладали ограниченным самосознанием, ну и так далее. И мы с вами это очень хорошо знаем. Когда Гитлер напал на Советский Союз, они что хотели? Они хотели сделать простую вещь – забрать ресурсы, землю, полезные ископаемые, нефть, всё. И дальше они здоровых мужиков угоняли на тяжёлые работы в Германии, а здоровых женщин увозили, чтобы они от арийцев рожали новых здоровых рабочих. А остальных они жгли в печке по некому принципу, который они избрали. Вот вам простая модель. Сегодня впервые в истории цивилизации появилась технологическая возможность выведения служебного человека. Потому что технологии геномного редактирования… Вот представьте себе простую вещь – матка, простите меня, не очень сложный орган. Вы берёте искусственную матку, инкубатор, как цыплят выводите, и дальше искусственно из параберкви туда, так сказать, засаживать всё, что надо, укорачивать срок беременности, геномным, генетическим редактированием подрезаете функции, и вы получаете столько людей, таких, которые вам нужны. Вот сегодня это стало возможным. Это есть абсолютный факт. Технологически это стало возможным. А теперь я вам скажу, что мы проигрываем, потому что вот чем, американцы, чему надо учиться? Они играют в долгую. Они играют в долгую. Вот когда закончилась война, вот я вам сейчас покажу это. Закончилась война. Вот то, что говорил Никита Сергеевич. Казалось бы, мы тут плепели, плясали, а они, два брата Далеса, один директор ЦРУ, а второй госсекретарь, при полной прикрышке финансовой поддержки Рокфеллера, который умер сейчас с седьмым сердцем, они начали то, что мы сегодня хлебаем. Вот посмотрите, первое, они создали World Health Organization, международная организация здравоохранения. Они ее создали не для того, чтобы лечить людей, а для того, чтобы взять под контроль состояние здоровья мира и влиять на него путем вакцинации, чего угодно. И вот посмотрите, это была созданная организация на деньги Рокфеллера, и его ближайший соратник и приятель Чиз Холм стал первым президентом Всемирной организации здравоохранения. Вот его цитата. Чтобы прийти к мировому правительству, необходимо изгнать из сознания людей их индивидуальность, привязанность к семейным традициям, национальный патриотизм и религиозные догмы, уничтожение понятий истины и лжи, которые являются основой воспитания ребенка, замена веры в опыт старших, то, о чем говорил Никита, рациональным мышлением. Вот запоздалые цели, потребные для изменения человеческого поведения. Это меморандум 1948 года, а дальше 1974 год, меморандум национальной безопасности Соединенных Штатов. Политика в области народа-населения становится весьма важной для соблюдения экономических интересов США. Следует создать социальные и психологические предпосылки для якобы стихийного снижения рождаемости. Мы должны позаботиться о том, чтобы наш день не воспринималось, тогда они еще говорили, развивающими странами, как политика развитой страны, направленная против этих стран. И был запущен журнал «Плейбой», который начал уничтожать мораль. Вот это будущее, оно начинается сегодня, и мы его пока проигрываем, свое будущее. Вот посмотрите, как устроена вещь сегодняшняя. Самое главное, надо сломать систему базовых моральных принципов и насадить альтернативные общечеловеческие нормы морали. Это происходит повсеместно. Вы сломали базовую систему, и уже человек вынут. А затем вы делаете абсолютизацию свободы личности. Очень просто, вы объясняете, и у нас это всюду дети, важнее родители, и это то, уничтожается авторитет. Абсолютизация свободы личности является кувалдой, которой под этим лозунгом уничтожается суверенитет государства. А государство – это единственный инструмент, институт, который может обеспечить права этой личности и свободу. А теперь у вас происходит в результате разрушения суверенного государства замена организованного цивилизованного сообщества, взаимодействующих, защищенных государством людей, совокупностью легкоуправляемых отдельных индивидуумов или стада. Вот что это преследует. А дальше вы делаете, что хотите. Параллельно идет сокращение рождаемости путем внедрения в массы сознания представления отрицающих естественные продолжения жизни, типа ЛГБТ, Чайл Фри Фэмили и так далее. Фактически технологическая база создания служебных людей и обеспечения их жизнедеятельности – это вот конвергентная технология. Все давно изменилось. И это как бы опять запоздалый, так сказать, взгляд назад. А нам надо быть вперед и задавать повестку дня, если мы хотим остаться великой страной, каковой были всегда.